13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит сегодня Михаил Шевелёв, секретарь Кировского регионального отделения политической партии и гражданской платформы, экономист, журналист, наш постоянный эксперт и коллега. Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Очень рада тебя видеть в студии. Поздравляю тебя с наступающим, ввиду того, что перед Новым годом уже вряд ли еще увижу. Взаимно, Юля. И, в общем-то, хотел бы поздравить всех наших слушателей с этим замечательным праздником. Ну, наверное, пожелать, да, то есть трудно в этот год желать каких-то вещей там таких необычных. Я бы хотел пожелать, наверное, просто счастья, просто позитивных новостей и позитивных действий, которые потом, собственно, воплощаются в позитивные, как, скажем, результаты. Спасибо, Миш. И, как вчера сказали на одном мероприятии, денег. Я, честно говоря, боюсь глазить. Хочется пожелать реальных вещей, чтобы они сбыли. Ну, деньги, да, деньги – это очень важно. Я напомню, что нашим экспертам можно задавать вопросы на сайте эхакирова.ру в разделе «Анонсы». И этой возможностью сегодня воспользовался один из наших слушателей. Его зовут Сергей. Я начну с его вопроса. Итак. В последнее время стал очень активен Валерий Крепостнов. Помирился с Никитой Юрьевичем, строит и открывает культурные объекты в регионе. Согласны ли вы с тем, что Валерий Крепостнов метит в губернаторское кресло? И сложит ли Никита Белых полномочия досрочно, по вашему мнению, например, после выборов в Государственную Думу? Вопрос. Два вопроса. Да, понятно. То есть согласен ли я? В общем-то, это дело, конечно, у Валерия Васильевича. То есть куда он метит и метит ли. Но вот этот сам подход, да, то, что за какими-либо масштабными освещаемыми прессой действиями мы всегда стремимся найти второе дно, третье дно, оно, наверное, ну, с одной стороны, с какой-то точки зрения там, с аналитической оно правильное, а с другой стороны, ну, собственно говоря, может быть и метит и нам-то, собственно говоря, что? Если человек может, если он считает себя способным, если он, как бы, скажем так, оценивает свои силы на этом посту как достаточное, то почему нет? Вопрос в том, что вот те, кто задают такие вопросы, как правило, они, может быть, не совсем себе отдают отчёт в том, что это за место. Да, то есть каков образ жизни, там, губернатора, образ жизни депутата законодательного собрания, образ жизни депутата Государственной Думы, да, даже образ жизни депутата городской Думы, да. То есть это ведь на самом деле не, как у меня один из знакомых, когда его выбрали депутата Государственной Думы, он сказал, я-то думал, выберусь, приду, там, денег немерено, собственно говоря, там, сразу становлюсь успешным человеком, оказалось, что это, ну, по большому счёту, это большой груз ответственности, большой объём работы, и это, в общем-то, общественная деятельность. Если ты к этому относишься по-честному, то это, ну, в первую очередь, возможность, ну, каким-то образом самому развиться. Нет, ну, Миш, подожди, депутаты Государственные Думы работают хотя бы за зарплату, и причём такую приличную. Ну, если сопоставить, там, объём доходов их семьи и с этой зарплатой, то она, в общем, всё в мире относительно. То есть, естественно, что зарплата там есть, то есть, и я не скажу, что, собственно... Нет, ну, подожди, больше 400 тысяч рублей, плюс квартира, плюс машина, плюс оплата командировок, перелётов, переездов. То есть, ну, другой вопрос, давайте возьмём губернатора, да, то есть, какая зарплата там? То есть, сколько ответственности там? Какой образ жизни там? То есть, это, ну, достаточно серьёзный выбор человека, который способен с этим справиться. То есть, ответ – да. На вопрос, метит ли Валерий Васильевич в губернаторское кресло, по твоему мнению, ответ – да. Ну, может быть. Я... Это твоё особое мнение. Понятно, что мы... Нет, ну, давайте так. Если бы меня спросили, что более привлекательно на сегодняшний день, да, с точки зрения возможностей, с точки зрения, ну, скажем так, места в пространстве, то между губернаторством, например, депутатом Государственной Думы, конечно, интереснее депутат Государственной Думы. Во всех отношениях. Нет, ну, губернатор – это первое лицо в регионе, а депутат Государственной Думы – это один из 450 человек. Ну, вот это как раз личностные амбиции. Я думаю, что вот с этим проблем у Валерия Васильевича нету. То есть, у него реализовано очень много... С амбиции есть, проблем нет. Ну, может быть так. Потому что, действительно, то, что он реализует, он реализует достаточно заметные вещи. То есть, по крайней мере, они, ну, нетривиальны. Нет, вопросов нет. Очень крутые проекты, очень необычные, очень качественно сделанные. Я сама вчера была в Талице и собственными глазами оценила. Качественно, на совесть, добротно, но вопрос не про это. Вопрос не про это, согласен. Я думаю, что, смотрите, Юлия, в чем дело. Все, кто могут реализовывать такие масштабные проекты, масштабные, я повторяю, да, то есть, бизнес ли это проекты, общественные ли это проекты, проекты ли это в культурном плане, да, они все, в общем-то, должны рассматриваться на такие высокие должности, как губернатор, как депутат Государственной Думы. Ну, и, собственно говоря, эти люди, по большому счету, и могут реализовывать, там, и обязаны, там, формировать повестку завтрашнего дня и, собственно говоря, нести ответственность за будущее. Давай вторую часть вопроса. Сложит ли Никита Белых полномочия досрочно, например, после выборов в Госдуму и ОЗС? Ну, я соглашусь со многими экспертами о том, что Никита Юрьевич Белых сложит полномочия тогда, когда будут решены все поставленные перед губернатором задачи. То есть, там, завод на налейк будет построен, если он будет построен, то, соответственно, такая возможность у Никиты Юрьевича появится. То есть, когда будут реализованы те проекты, которые, в общем-то, достаточно серьезно контролируются на федеральном уровне. Ну, тогда, да, тогда это, в принципе... Ну, и для Никиты Юрьевича, я думаю, что тоже, ну, скажем так, должность губернатора Кировской области не последняя в его карьере. Когда это случится, в принципе, я, честно говоря, не загадываю. По крайней мере, я помню, по-моему, семь случаев, когда говорили о том, что Никита Юрьевич уходит. Да, то есть, ни разу еще это не случилось. Поэтому, ну, на мой взгляд, очень высокая вероятность того, что Никита Юрьевич до конца этого срока дослужит на существующем месте. Доработает до конца губернаторского срока. Доработает до конца губернаторского срока, да. Хорошо. В общем-то, у нас единственный вопрос от слушателя. Спасибо Михаилу Шевелеву за его ответы. Я, на самом деле, еще хотела, Михаил, подвести сегодня такие своеобразные экономические итоги года. Поэтому в начале эфира хотела попросить тебя озвучить топ-3 главных экономических событий в этом году, как в Российской Федерации, так и в нашей отдельно взятой Кировской области. Вот можешь выделить по три события федерального уровня и регионального уровня? Ну, спасибо, Юля, за вопрос. Честно говоря, так или иначе, конец года – это время подведения итогов, да. То есть, и с экономической точки зрения они тоже существуют. Единственное, что вот как таково, там, события, как это принято в СМИ, то есть, там, факт, который вот так вот свершился, да, то есть, вот конкретно, там, дата, время, место, у меня, ну, наверное, не получится обозначить, да. Но как некий набор отдельных событий, которые превращают этот либо тренд, либо, ну, конкретное, может быть, действие в главное, то я, наверное, попытаюсь выделить то, что у меня сложилось за это время. Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, самый низкий уровень стоимости нефти. То есть, если брать федеральный уровень, то, как бы мы ни хотели, там, сказать, игнорировать этот факт, да, то есть, у нас экономика выстроена сегодня таким образом, что нефть, стоимость нефти, уровень потребления нефти в мире, да, то есть, избыток, либо его недостача этих углеводородов, она очень серьезно, ну, скажем, глобально влияет на экономику Российской Федерации. То есть, и, соответственно, самый низкий уровень, насколько я не ошибаюсь, там, 2004 года, да, то есть, это, конечно же, серьезнейший показатель, который, в принципе, в обозримом будущем не предполагает какого-либо серьезного роста, а скорее предполагает, там, тенденции к дальнейшему книжению. И это ничего хорошего не сулит, в общем-то, ни мнение вам, ни кому, ни за россиян. Вот. Второе, чтобы я назвал, вот это как раз из серии, то есть, набора событий, это реакция правительства на те кризисные, на ту кризисную ситуацию, которая сложилась. То есть, кризис идет, идет достаточно давно, называют разное время его начало, да, никто, там, прогнозирует время окончания, но никто не говорит, что он кончится, там, завтра. Там, в последний год все говорили о том, что дно мы, там, где-то нащупали, кто-то нащупал. И тут снизу постучали. Да, 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 вот это вот самое популярное, там, найди свое дно и получи второе в подарок, то есть, это, в общем-то, живем в этом режиме. Но вот эта реакция правительства, она, в принципе, на мой взгляд, сформировалась, сформировалась политикой, самое главное, сформировалось понимание общества, то, что делает правительство и куда оно идет. А что конкретно, какие конкретные действия ты подразумеваешь под реакцией правительства на снижение цен? Скажем, очень осторожная политика, очень жесткая политика в отношении банков, в отношении прозрачности банков, в отношении транзакций, совершаемых банками, в отношении вывода валюты из страны, в отношении вообще ограничения валютных потреблений, ну, собственно, вывода валюты из Российской Федерации. То есть, это раз. Второе. Это жесткая нацеленность на социальную сферу, то есть, это на соотношение, скажем, курса рубля к доллару, и, собственно говоря, на исполнение социальных обязательств, взятых перед россиянами, ну, правительством, скажем так, пенсии, образования, медицина. То есть, вот это вот направление о том, чтобы не допустить чрезмерной инфляции, каким-либо образом сохранить действующий статус-кво, то есть, это происходит и ослабление рубля, то есть, где-то, может быть, искусственность тем, чтобы исполнить бюджет. Всё нацелено на то, чтобы бюджет исполнить. При этом, какие-либо... В чём основная критика в этом смысле правительства? Критика в том, что правительство не допускает увеличения денежной массы в стране. То есть, соответственно, скажем так, происходит некое удушение такого, скажем, активной деятельности, как со стороны бизнеса, общества, так и со стороны потребителей. То есть, денег нет, в общем, становится... Физически, да, и денег нет? Физически денег нет, да. Это, соответственно, сокращает различные возможности доступных кредитных ресурсов, в общем-то, и всё-всё-всё. Конечно, это каким-то образом... То есть, это и держивает инфляцию, с одной стороны, а с другой стороны, не дает, собственно говоря, даже мысли о том, чтобы развиваться. То есть, нет денег. Ну и третий, на мой взгляд, очень важный элемент, я бы его назвал трендом, но он случился в 2015 году, то есть, это введение автоматической системы контроля по НДС, то есть, второго поколения, да, АСК НДС-2. То есть, она имеет уже набор, скажем, таких возможностей сравнительных элементов, то есть, когда все налогоплательщики достаточно подробно выстраиваются в одну цепочку, и, в принципе, налоговые органы имеют возможность контролировать всю цепочку поступления НДС в бюджет Российской Федерации. То есть, это очень серьёзно, исключая все вопросы, связанные с фирмами-однодневками, с вопросами оптимизации налога на добавленную стоимость, конечно, на сегодняшний день они ещё далеко не решены, но, тем не менее, тренд, заданный этой системой, он, конечно, очень серьёзно влияет на вообще изменение правил в сфере некой солидарной ответственности за наполнение бюджета всем предпринимательским сообществом. Михаил, вот у меня вопрос. Почему ты выделил именно НДС? Почему не в общем и целом введение новых сборов в стране? Нет. Почему конкретно НДС? Я в данном случае выделяю даже не то, что налог, я выделяю систему. То есть, система некоего контроля в режиме онлайн действия налогоплательщиков, она будет развиваться. Мы знаем ЕГИС, да, то есть, на сегодняшний день ЕГИС в сфере оборота древесины, в сфере оборота алкоголя. Да. То есть, это те же самые системы, которые выстраивают цепочки в ряд, в некоторых. То есть, они увеличивают прозрачность, понимаете? То есть, прозрачность по отношению как раз к фискальным органам. Я, насколько знаю, на сегодняшний день доступность у налоговых органов к счетам предпринимателей, то есть, она достаточно высокая, прозрачная. То есть, и вот эти все системы, они, конечно же, ну, если бы они были сделаны 10 лет назад, они бы сделаны очень вовремя. Они бы позволили нам в период роста сформировать более здоровые условия для конкуренции. На сегодняшний день они, конечно же, для очень большого количества налогоплательщиков, в совокупности с меньшей доступностью кредитных ресурсов, с сужением рынка, да, то есть, они превращаются в некоторые заградительные барьеры для своей деятельности. Но, в целом, тренд на повышение системы контроля, повышение системы, качества системы мониторинга... Ну, и администрирование, наверное. ...администрирование, да, то есть, именно, вот, как бы, контрольных функций. То есть, это вот, на мой взгляд, очень важно, и это в 2015 году очень заметно проявилось, и уже сейчас, ну, даже у меня есть достаточно большое количество обращений с тем, что, как нам жить дальше... У тебя, как у бизнес-консультанта? Да. И что ты отвечаешь на эти вопросы, как жить дальше? Ну, я отвечаю, честно говоря, уже последние пять лет, в том плане, что время накопления, первичного накопления капитала, там, некой, там, свободы и дозволенности, оно, и раньше, в общем-то, было не такое, но сейчас, с ужесточением контроля, оно вообще закончилось. То есть, сейчас необходимо совершать действия, которые позволяют абсолютно легально осуществлять свой бизнес, и, собственно говоря, прозрачно рассчитывать налоги, в том числе, да, то есть, управлять своими финансами, ну, очень аккуратно, скажем так, исключительно в рамках действующего законодательства. И раньше это же необходимо, но сейчас, видите, даже я раньше, как бы, консультируя, говорил о том, что... Я говорил о том, что у нас никогда не было системы, при которой то, что не запрещено, разрешено. То есть, мы должны между строк считать, что у нас государство будет всегда, ну, требовать нечто большего, нежели это просто прямо в законе прописано. Но сегодня доходит до систем, ну, в которых, вот, там, здравый смысл, там, он вообще, отсутствует. То есть, ну, неправильно я рассказал, то есть, когда некая формализация отношений, она выше, чем, ну, справедливость. И когда, там, за нарушение, там, которое, может, там, привело, там, к выгоде, там, в 100, 200, 300, 400 тысяч рублей, там, да, тебе накладываешь штраф в 6 миллионов рублей, то есть, это, ну, конечно, такой, собственно, серьезный... Несопоставимый размер, да? Несопоставимый, да. И если раньше все вот так действовали, да, то сейчас выбрать одного и это кошмарить, это, конечно, другие посмотрят, но у нас ведь как, пока тебя не глюнет, ты не перекрестишься. Как бы примеров ни было, то есть... В общем-то... Хорошо, это три главных события экономических на уровне федеральном. Цены на нефть, реакция правительства на эти события и введение автоматической системы контроля по НДС и, в общем и целом, администрирование налогов. Да. Региональный уровень. Что у нас произошло? Ну, здесь я бы, конечно, переместился, наверное, в сферу, ну, в первую очередь, налоги, конечно. То есть по тем новостным элементам, да, то есть новостным событиям, которые существуют у нас в пространстве, по тем, по тому ощущению кремата, который происходит, да, там, по ощущению, которое присутствовало на правлении Вятской торговой промышленной палаты, мне кажется, что существует следующий тренд. Во-первых, это очень усиленное администрирование, как раз налоговое, ну, с точки зрения контроля за сыграемостью уплаты налогов. Ну, то есть, в принципе, тренд, который повторяет федеральный. Да, ну, федеральный мы отметили системы, да, а тут мы выделяем конкретно действия наших налоговых органов. Наши налоговые органы достаточно эффективны, то есть они обладают высоким уровнем профессионализма, ну, и с точки зрения, там, традиционно у нас, как бы, скажем так, неформально, реально подходят, ну, к тем поставленным задачам, в том числе, ну, с точки зрения знания законодательства, там работают профессионалы. И, тем самым, вот, на направлении нам выдавали табличку, да, то есть, сколько у нас выплачено, а, взыскано штрафов за первое полугодие 2015 года. То есть Кировская область в этом рейтинге из всех субъектов, из 73 субъектов федерации, занимают почетное 14-е место. Мы не обладаем такой... Впереди планеты всей? Ну, да, то есть, там, в шутку, ну, где, в каждой шутке, и для шутки, да, было, там, новогоднее напутствие налоговым органам о том, что, а что мы 14-е, давайте первыми будем, собственно говоря, по России, где-то мы должны быть первыми. Вот, и, соответственно, конечно, когда позади нас остаётся, там, Пермский край, там, в четыре раза меньше штрафов численно, там, да, то есть, где-то позади нас остаётся такие монстры, как, там, Челябинская область, то волей-неволей начинаешь задумываться о том, что, ну, действительно ли мы обладаем такой мощной экономикой, чтобы быть впереди планеты всей по додачислениям налогов и, как бы, взысканиям штрафов, вот. Ну, к чему это ведёт? Это ведёт, в первую очередь, к тому, что у нас, вот, Ази Салевич говорил, там, на днях, да, по-моему, в «Щуре», как раз «Эхо Москвы» о том, что где-то порядка, там, 30-ти процентов, он называл цифру, что мы потеряли, да? Я сейчас найду точно, потому что у меня есть эта цитата. Да, он говорил, что порядка 30-ти процентов предпринимателей мы потеряли в 2015-м году и продолжаем терять, и на 2016-й год он спрогнозировал ещё 10%. Ну, вот что значит «потеряли предпринимателей»? Это ведь не значит, что... Как количество? Уменьшилось количество предпринимателей. Вот что за этим стоит? То есть нужно понимать, что очень большая доля этой цифры заключается в том, что налогоплательщики просто сменили место регистрации. То есть они вывели свои юридические адреса за пределы Кирской области, чтобы вывести их из-под системы как раз администрирования. Понятно, да? Ну, наверное, это всё-таки самые крупные налогоплательщики. Далеко не крупные налогоплательщики. То есть, Михаил, ты хочешь сказать, что небольшие ИП, у которых... ИП сложнее, и даже ИП. ...маленький оборот. И даже ИП. ...перерегистрировались из Кировской области в другие регионы. Да, да. Оцени тогда масштаб. Ну, цифра 30%, в принципе, она меня каким-то образом устраивает, что ли, да? То есть половина, наверное, много, там 10-20% это мало. Вот где-то между этими цифрами. Правильно ли я поняла, что количество предпринимателей, которые, ну, условно, потеряла Кировская область, они не закрылись, не перестали работать? По твоему мнению, они просто перерегистрировались в других регионах и продолжают трудиться? Очень многие перерегистрировались, очень многие фактически там зарегистрировали, новое предприятие перевели туда свои, там, скажем, обороты. Но самое главное, что центр принятия решений, если он раньше, я говорил о том, что это, по-моему, лет 5 назад, весь крупный бизнес фактически был выведен принятие решений за пределы Кировской области, то на сегодняшний день мы имеем тенденцию уже по малому и среднему бизнесу. То есть вывода массового из Кировской области. Конечно, существует различное противодействие этому, то есть меры, которые налоговые органы предпринимают, да, но есть формальные вещи, есть судебные, как бы, решения, то есть и постепенно это, ну, это, в принципе, как один из вариантов того, чтобы, ну, вот, отстаньте от меня, забудьте про меня, я работаю, я плачу налоги, собственно говоря. Если есть какие-то вопросы, конечно, администрировать, даже из Кировской области, например, те организации, которые зарегистрированы, увезут свою деятельность, там, допустим, в Казани, там, я не знаю, там, во Владивостоке, это очень тяжело, потому что видела ваш запрос, то есть система увеличивается, и, конечно, так или иначе, автоматически внимание, которое нацелено на то, чтобы бюджет наполнять, оно будет нацелено на тех, кто здесь есть. Конечно, я должен сказать, что обособленные подразделения остаются, существуют определенные виды мониторинга, но они уже другие, то есть они, ну, другие, они более сложные в административном порядке, и поэтому налогоплательщики тем самым стараются, ну, как бы отреагировать на давление, то есть усложнить жизнь, в том числе и проверяющим органам, естественным образом. Вот, это первый момент, то есть всё, что связано с налогами. Второе, как ни странно, вот, я бы привёл всё-таки вопросы, связанные с укрупнением бюджетных утверждений. То есть, тренд заданный, ну, во-первых, у нас очень серьёзная область зависит от бюджета, то есть от консолидированного бюджета, от федеральных субсидий, которые поступают, то есть субвенции, потому что у нас очень большое количество людей занято как раз в сфере, связанных с бюджетным финансированием. И поэтому вот эти вопросы укрупнения, которые на сегодняшний день, там, самое яркое и большое, какое у нас укрупнение, то есть это создание опорного вуза, да, это, как сказать, не экономия, связанная с эффектом масштаба, да, то есть с тем, что мы, когда там укрупняем два вуза, вроде хотим сэкономить на том, что будем, то есть зачем нам два административных, да, на эффекте масштаба, но ведь эффект масштаба предполагает, ну, грубо говоря, серийный выпуск продукции в определённых масштабах, ну, то есть заданных. То есть и бесконечное укрупнение, оно, ну, приводит как минимум к серьёзному снижению качества выпускаемой продукции, да, к потере каких-то вопросов в управлении. А что значит для Кировской области потерять качество образования? Мы, по сути, потеряем самый основной ресурс, который, ну, встраивается во все стратегии нашего, скажем так, развития, это то, что у нас достаточно высокий уровень образования, да, то есть уровень безопасности, образования, то есть и человеческий капитал, как правило, у нас он такой высокого уровня. То есть укрупняя бюджетное учреждение, школы, садики, не знаю, там, сельское поселение, вузы, театры, да, мы автоматически в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, снижаем уровень культурный, образовательный, а, соответственно, это однозначно влезет в экономику, в снижение экономических показателей. Ну, смотри, ты говоришь про будущее, а эффект в настоящем получим или не получим от укропнения? Я имею в виду сейчас экономия. У нас эффект, он касается исполнения бюджета. Какой бюджет будет сверху, сколько нам дадут, только мы освоим. В этом плане нам лучше не экономить, а стараться как можно больше выбить из федерального, скажем так, из федерального бюджета. Ну, кто-то ведь может. Вопрос с эффективностью власти как раз заключается в том, насколько мы можем привлекать. Я читала на РБК или на Коммерсанте, извини, что перебила, что правительство России поставило задачу федеральным чиновникам до марта этого года найти, где можно срезать расходы в регионах. Кстати, знаете, на чём будет в первую очередь связать? И уже везде идёт это, да? Это вопросы связанные с пиаром, с имиджем власти, да? То есть, я читала недавно статью, связанную с тем, что в бюджете Нижнего Новгорода ноль на следующий год освещение действий власти. А было? Не буду врать. То есть, не знаю, но сумма была, ну, как минимум, была существенная поспорья для СМИ. Так вот, мы можем, собственно, ну, можем после перерыва продолжить, потому что тема очень интересная. Снижение финансирования автоматически приведёт к повышению независимости журналистики. Да, давай продолжим после перерыва. Нам нужно прерваться на ту самую рекламу. Сейчас мы на неё уйдём, очень скоро продолжим. Это особое мнение Михаила Шевелёва. Мы возвращаемся в эфир. Меня всё так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня всё так же сидит Михаил Шевелёв, экономист, наш постоянный эксперт и секретарь регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». И мы продолжаем про независимость СМИ. Я напомню, в первой части программы Михаил озвучил экономические тренды прошлого года. И вот один из этих трендов – это экономия. Экономить будет федеральный бюджет, региональный бюджет. И, в частности, мы говорили о расходах на пиар региональной власти. Да. То есть пиар региональной власти. Ну, я, честно говоря, вот третьим моментом, как, скажем, местного масштаба, да, то есть, что произошло в экономике, я бы хотел отметить именно то, что мы отказались от планирования трёхлетнего бюджетного. То есть в этом году бюджет утвердили только на один год. Отказались от того, чтобы заглядывать там, 2017 или 2018 год. Мне кажется, это бесполезно сейчас. А, ну, вот здесь вот как раз вопрос, давайте с пиаром. То есть если мы… Да, давайте про пиар-то говорим. То есть если мы говорим о том, что мы думаем в длинную, то мы, в общем-то, с вами понимаем, да, давая деньги журналистскому сообществу, каким-либо СМИ, на формирование имиджа власти, на освещение каких-либо позитивных новостей, которые действительно, несомненно, присутствуют позиции власти, да, то открытие новых школ, садиков, там, сооружений, там, я не знаю, там, разрезание множества ленточек, то есть и так далее, то мы понимаем, что, ну, говорите, тем более, если за хорошие вещи ещё, если тебе платят, это легко и приятно. Вот. Вопрос в том, что если тебе не платят, если необходимо формировать, ну, скажем так, повестку дня, ну, захватывать внимание, там, зрителей, слушателей и, скажем, из других источников, то автоматически повысится уровень, ну, так называемых, там, журналистских расследований, уровень определённых негативных новостей, вы посмотрите, что делается, там, с жёлтой, там, прессой, да, то есть основные трафики достигаются за счёт чего? Аварии, ДТП, убийства, там, различные, ну, криминальные новости. То есть негатив автоматически наше сознание, как бы, он впитывает, ну, гораздо больше, что ли, чаще по нему кликает. Здесь то же самое произойдёт, то есть позитива станет меньше, негатива станет больше. Для власти это надо? В долгосрочной перспективе? Конечно, не надо. С одной стороны, конечно, да, это заставит вроде как работать немножко эффективнее. Но, а как ты изменишь всю машину, которая очень долго строилась всегда? И, ну, чиновнический аппарат, он чиновнический аппарат. То есть ты не изменишь человека работу, там, ну, как он привык работать, он так и будет работать. Михаил, давай смотреть правде во глаза. У нас же есть в Кировской области СМИ, которые так или иначе имеют отношение к губернаторам, городской администрации, которые эфилированы. Скорее. Которые не будут ругать, которые не будут ругать вот так вот. Они, может, сразу не будут. Я говорю про тренд. Сразу, может, не будут. Но они захотят все равно каких-то предприятий, но что-то надо жить, надо зарплату платить журналистам. То есть на сегодняшний день что-что, деньги считать мы научились. То есть никто в убыток себе работать не будет. Либо будут происходить сокращения, но освободившиеся вместо все равно будут бороться за внимание другие. Правильно? То есть эти же предвыборные ситуации. То есть так или иначе там те, кто займут позицию оппозиционную и будут платить СМИ, да, то есть они автоматически будут в некотором выигрыше, если только не будет денег заложено на пиар-поддержку, собственно говоря, в СМИ. То есть, ну это такие элементарные вещи. Михаил, ты считаешь, что сокращать расходы на пиар-власти недальновидно? Вот в сегодняшнее время это недальновидно. Конечно, для власти это недальновидно. То есть это получается, ну давайте возьмем там муниципалитет. Ну я, честно говоря, базируюсь на тех спорах, которые идут в Нижнем Новгороде. То есть наши я немножко не смотрю, но в Нижнем Новгороде очень активно сформированы две позиции, там, скажем, про-губернаторская, про-муниципальная. Там идет битва за то, кто станет главой администрации. То есть, и, соответственно, вот как раз анализируется ситуация, при которой стоит цифра ноль в графе как раз расходов муниципального бюджета Нижнего Новгорода на пиар. То есть и говорится о том, что в муниципалитете ведь дороги должны чиститься, крыши тоже чистятся должны. Там проблем с ЖКХ немерено, вопросы там рекламного пространства, вопросы благоустройства, вопросы всех-всех-всех-всех моментов, их нужно решать. И, скажем так, всегда проще, ну, скажем так, день и дне, что ли, там, да, то есть найти какой-либо косяк там и начать там раздувать вокруг него там определенную там шумиху. Если у тебя нету своего бюджета на то, чтобы представлять там в своем свете добрые дела, то, скажем так, ну, другой бюджет найдется. И автоматически власть получается, ну, такая, как бы, ну, в очень проигрышной позиции. Как бы ты хорошо ни работал, а действительно ведь много там, вообще много работы на муниципалитете. Миша, сколько у нас в городе независимых СМИ, независимых от власти СМИ? Ну, есть такие. Ну, по пальцам одной руки я могу пересчитать. Ну, значит, у них есть будущее. Это же хорошо, с одной стороны. Мне просто кажется, что вот эта ситуация, которую ты описываешь в Кирове, вряд ли произойдет. Ну, давайте посмотрим. То есть, я думаю, что вот мой, как бы, прогноз о том, что тренд на независимое расследование, на независимую позицию, на защиту интересов не гражданского общества, а конкретных предпринимателей, групп предпринимателей, конкретных, собственно, там, ну, каких-то ячеек общества, он будет востребован. Ну, у любых этих предпринимателей есть интересы. Конечно. Есть интересы в законодательные власти, избраться в ОЗС, избраться в Государственную Думу. То есть, ссориться с областной властью не комильфо этим предпринимателям, которые хотят куда-то избираться. Нет такой у меня взаимосвязи. Взаимосвязи, скажем так, да, ссориться, не ссориться. Тут там вопрос выгоды. То есть, нужно поссориться, поссоримся. То есть, и потом, кстати, все же меняется, там, политическая деятельность, она достаточно своеобразная. То есть, вопрос именно конкретных интересов пиар власти достаточно серьёзно составляющих с точки зрения управления обществом. То есть, мы с вами это прекрасно понимаем. Отсутствие денег на пиар непредусмотрительность с точки зрения, там, поведения к тем изданиям, которые контролируются властью. Ну, или там, даже не контролируются. Они просто, там, разная сумма, там, если получил, там, 100 тысяч в рамках какого-то гранта, да, ты уже лишний раз, ну, не будешь, собственно говоря, там, писать, там, или лишний раз просто спросишь позицию администрации. Просто спросишь, там, не за, не против, но ты спросишь. В случае же, если ты от них ничего не получаешь, ты можешь у них не спрашивать. Нет, ну, вообще, Миша, это вопрос профессионализма и непрофессионализма. Я говорю сейчас о том, чтобы представить все заинтересованные точки зрения и дать высказаться всем заинтересованным сторонам. Профессионализм и непрофессионализм. Вот сейчас мы можем очень далеко уйти, да? Да, тем более, что до конца эфира у нас пара минут с тобой осталось. Да, поэтому лучше про что-нибудь другое подводное. Последние две минуты мы с тобой так подробно развернули экономические итоги года уходящего и немножко политику зацепили. Поэтому уже давай про политику тебя и спрошу, собираешься ли ты избираться в ОЗС в следующем году? Я очень рассматриваю этот вопрос. То есть я на самом деле... Тут вопрос даже не в том, что я являюсь лидером партии, хотя он тоже является очень важным и значимым. Я скорее говорю о том, что так или иначе получилось, что я представляю интересы достаточно... Группы лиц. Группы лиц, то есть группы предпринимателей, которые живут в городе, которые занимаются и знают очень серьёзно проблематику области, которые, в общем-то, достаточно неравнодушны к тому, как будет выглядеть завтра наш край. И, соответственно, в этом плане я очень рассматриваю ту возможность, которая у меня есть. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. Государственная дума. Государственная дума. А тут вопрос в том, что мне все уровни интересны. То есть мы же с вами разговаривали про зарплату, да? То есть на самом деле вопрос Государственной думы, он тоже рассматривается, но он не в моей компетенции, потому что это вопрос федерального уровня. То есть и та тройка, которая будет представляться, партия однозначно идёт на выборы Государственной думы. То есть они рассматриваются. И видите, сейчас время такое, что даже любая партия, я не знаю, яблоко, зелёные, мы, то есть важнее скорее люди, которые могут сделать, которые ведут деятельность, нежели бренды. То есть сегодня нет, скажем так, тех брендов, которые могут только за счёт имени и формата, некая вот там имиджа, вытащить неизвестных людей. Сегодня интересны те, кто говорит, достаточно честно, открыто, разумно, которые могут себе позволить сомневаться, да? Ну да. То есть которые зарекомендовали себя деятельностью. Хорошо, Миш, второй короткий вопрос. Прошу ответить коротко. Дмитрий Русских заявил о своём намерении выйти из ОЗС. Оцени, пожалуйста, этот факт. По-моему, не первый раз. Уже как днём второй. То есть на мой взгляд... Досрочно прекратить полномочия депутата. Ну, на мой взгляд, конечно, не совсем это правильно, то есть потому что тебя выбрал народ. И ты, в принципе, должен до конца нести свою... Крест. Ну, да. То есть... Поэтому мы достаточно развернуто написали на нашем сайте эту инфу про данную ситуацию. И, ну, это не серьезно. Это привлекает внимание, с одной стороны, да? А с другой стороны, я не думаю, что это было такое серьезное желание. Если Дмитрия... Хорошо, Михаил, я предлагаю на этом закончить. К сожалению, у нас вышло время. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Шевелёва. Секретаря регионального отделения политической партии Гражданской платформы, журналиста, эксперта. Миша, с наступающим. Спасибо, Юлия. Я надеюсь, в следующем году увидеть вас в этой студии также. Очень надеюсь увидеть вас. Программу для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok